поговорить с карлом как обычно карл парашня пошла ну вот он не может залезть на эти ящики а где карл то он на лавочке сидел в туалете может в туалет ним не буду его беспокоить наверно здесь карл о карл здесь ладно поговорим с карлом что у тебя с лицом это что улыбка да просто выдалась неплохая ночная прогулка как ты говорил никто и глазом не успел моргнуть как не обнес несколько домов и скрылся в тумане сотри твою свою улыбку и будь серьезен что за беспечность давно хотел поговорить о твоих успехах ты действуешь слишком вольно и открыток тебе уже начинают приглядываться местное варьё я боюсь как бы тебя не перерезали за пару кусков мяса когда в следующий раз будешь возвращаться с одной из своих прогулок я понял постараюсь вести себя поосторожнее смотри на 360 градусов как голубь поменьше бахвальства и самоуверенности тебе еще есть куда расти недавно заходил мистер коннелли ты знаешь его коннелли кажется какая то важная шишка ты ведь уже понял что трущобы это как государство в государстве так вот майк коннелли не официальный глава этого государства пока здесь находятся только бандиты проститутки налетчики всех мастей но нет ни одного противника партии и майк будет править трущобами и никому не будет до нас дело и поэтому он следит за тем что все так продолжалось и дальше спасибо за в space view для тебя будет не намного спокойнее и безопаснее работать прямо на мистера коннелли уж поверь мне без влиятельного союзника тут долго не протянешь я рекомендовал тебя и майкл захотел познакомиться с тобой лично не затягивай и сходи к нему обычно в это время он завтракает в баре отличное место для завтрака ладно схожу только не очень мне все это по нраву от этого зависит твоя же безопасность постоянная бдительность парень запись в дневнике т.д.д. а продать тебе что-нибудь можно? давай поторгуемся давай я тебе продам да, 114 долларов о, нормально так у меня столько отмычек хм свистулька это можно нет, я не хочу это продавать а что у него купить можно? да, видимо, ничего разве что стопа у меня есть? у меня одна есть а я по-моему всего одну могу взять на задание или как? так, ладно, поговори с мистером Конналь а у тебя, Карл, ничего нельзя позаимствовать похоже нет ладно выходи а, я еще хотел посмотреть ну-ка иди назад блин, все пропало, да? то что я побросал тогда на пол ну понятное дело как-то оно все странно работает, я еще пока не разобрался сейчас в инвентаре у меня куча всего, а потом получается ладно, мастерская а зачем мне мастерская? у меня все есть отмышки есть отмышки есть эти монтировки есть свисток какой-то дурацкий есть даже так, и где бар? ну что такое? вот бар вот бар вчера я не видел тебя на собрании вообще из том клубе так ты кто? бедняк а ты кто? рабочий нет, ну мне нужен какой-то какая-то шишка, да? тебе как обычно покажи, что у тебя есть ну покажи, что у тебя есть а, ну что у тебя может быть, понятно ммм, ты мне лучше скажи мистер Конноли сейчас у себя, да? я только что отнес ему завтрак ммм, ну мне пока не до выпивки как знаешь наверное внизу, да? мистер Конноли ты кто? горожанин старик а вот и мистер Конноли так, Джон, подходи потолкуем эээ, вообще-то я не Джон Джек да какая разница буду краток Карл рекомендовал тебя, а я ему привык доверять поэтому предоставлю тебе шанс проявить себя проявить в чем? думаешь скоростном поедании лепешек? воровстве, конечно в общем, я на себя беру всю грязную работу знаю где, когда и что можно украсть при этом без особого риска для здоровья ты же просто идешь и приносишь мне это, понятно? при успешном исходе ты получаешь свою долю от добычи и мое уважение, конечно же при неуспешном тут все зависит от твоей неудачи но обычно вор отправляется на каторгу, а я шлюю ему открытки на Рождество пока все понятно? понятней некуда вот и отлично, поэтому в твоих интересах работать чисто и без свидетелей а щас ты пойдешь и обнесешь дом коменданта по этому адресу протягивает клычок бумажки сам комендант давно в отъезде думаю с полупустым домом ты справишься? еще остались вопросы? что конкретно надо принести? стрик тот еще скряга дом должен быть полон всякого добра я слышал у него довольно большая коллекция драгоценных камешков мне бы они не помешали скорее всего он держит их в сейфе, так что советую захватить с собой дрель до взлома угу война ведь не продлится вечность когда-нибудь я смогу их выгодно продать а пока это будут мои инвестиции в будущее еще остались вопросы? значит в доме никого не будет почти всю прислугу он должен был распустить по домам во дворе ходит какой-то старый пес, но я бы не обращал на него особого внимания что мне нужно знать о доме? чуть не забыл, старый паранойю установил в доме защитную систему в основном для защиты от своей же прислуги, которая тащит у него все, что не приколочено так что не забудь отключить все сигнализации, прежде чем лезть куда не надо ага охранная система в доме обычного коменданта звучит удивительно ты хочешь сказать, что я лгу? что вы, я этого не говорил я майкл, я хозяин этого района, не какой-нибудь козел я никогда не лгу прошу прощения за грубость теперь ты работаешь на меня, приступай к выполнению задания получена новая специализация, человек мистера Коннолли и что дает? гражданские лица, заметившие Джека, не преследуют его и боятся звать на помощь окружающих кроме того, внимание гражданских лиц снижается в два раза хорошо хорошо прикольно хорошо для взлома сигнализации сейфа мне наверняка понадобятся новые инструменты надо бы сходить в магазин инструментов а магазин инструментов у нас вот это? нет вот это? хреново, вот это наверное 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 сейчас посмотрим быстрое перемещение здесь супер просто сделано нажимаешь на карте и он бежит не переносится так а именно бежит ну добраться до дома коменданта дрель он сказал, да? что-то еще ну, ладно, Эрик, давай с тобой побеседуем Чего тебе? Чего мне в лавке? просто осматриваюсь это я просто посмотреть мне не помешают новые инструменты кусачки для перерезания проволочных заграждений дрель ну понятно, уровень шума не знаю насчет кусачек, а дрель так точно надо взять ну и кусачки пусть будут а может еще дрель взять? даже не знаю, даже не знаю а продать тебе что можно? не а, продать за продать за 30 и купить за 30 да, можно? прикольно мебель, двери, окна, сейфы ну, меня только сейфы интересуют о, это арена выиграла, спасибо арену спасибо и того у меня есть кусачки и дрель теперь, да? ну и все остальное тоже хорошо хорошо ну что-то еще есть а вот это что? а вот это что? а это рынок мэри и дороти а что у тебя тут мэри? привет, мэри привет, мэри, как торговля? все как обычно людям нечем платить, мне нечего продавать хе-хе поставки товаров доходят до нас через раз, да и порой еда такого качества, что противно трогать руками кто приходит с продовольственными талонами, тем это и приходится брать, ведь там указан только вес продуктов, но не их качество что поделаешь война да, я все понимаю еда это так же важно, как и боеприпасы, ее во что бы то ни стало надо доставлять на фронт для наших солдат, а мы как-нибудь перетерпим а ты еще здесь надо что-нибудь? ну давай, что тут у тебя есть гнилые овощи, гнилое мясо продовольственные талоны, жгучий перец, ну в общем это можно купить все и в других местах, да, а у тебя что? то же самое? вот овощи свежие подвезли гнилые овощи, гнилые мясо, о, о, овощи есть овощи есть, хорошо, и дамская шляпка и женские духи и пиво успокоительный порошок, мощное седативное средство применяется как в воспитательных целях особо активных детей, так и для лучшего контроля за тюремными заключенными понятно, но мне это все пока не надо так, это здесь я был, тут я был тут вот тоже вроде бы как бы и не надо, да? а что я прибежал домой именно, непонятно так, это а где этот Карл? Карл? а, так здесь Карл есть, да? Карл? я вот не понимаю, зачем мне продовольственные талоны то есть продать-то их можно, но они не идут как хлам, да, который как добычу, сбыт добычи тогда я не буду их продавать ну, идем к дому коменданта, а что делать? ну, идем к дому 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 трущобы, мясная лавка квартал скотобоин дом коменданта ну, то есть я могу мясную лавку а, не могу мне больше нечего там делать ммм то есть я не могу потом сюда попадать во второй раз не, я так не, я думал, что можно будет по многу раз заходить на одну и ту же локацию так количество людей мало охранная система мало сталь сейфа и стальные двери мало камера наблюдения одна компьютер один собака одна ищейки, да но это на тяжелой сложности это не для нас ну, ладно смотрим, что тут в сумке три монтировки и две отмычки точно? а может лучше может лучше еще одну отмычку взять а в карманы ну, вот это свисток ну, пусть будет вот это подожди, а как же дрель? дрель блин, и кусачки нифига себе тут какие какие сложности-то а если обычную поставить легкую поставить никак не добавляется ладно, мне говорят только про двери ой а не про кусачки карманы ну, давай свисток что там в карманах-то и специализация неограниченное число сохранений собаке собаке и гражданские лица вот так пока чтобы меня хоть не поменьше агрелись ну, да, давай дом коменданта основная цель украсть колесо дрель ценных камней и выбраться из дома дополнительная цель найти антикварный предмет и найти потайной сейф уху-ху-ху так, что у нас тут? там полицейский здесь какая-то охранная система так, а как еще? а ну, подожди я могу на паузу поставить? можно а больше никак получается только через центральный вход, да? наверное тоже есть какая-то возможность где-то как-то вот, например, бочки да? может быть, можно потом здесь перебраться? а здесь калитка объявление продается полусгоревший дом на берегу реки не сгоревшая часть выглядит достойно и величаво сруб крепкий крыша не течет печь почти не тронута готовить можно ввиду небольшой неприятности относительно другой части дома готовить на скидку в 20% так, хорошо ты давай пока посиди в кустах пока тут всякие охранники ходят давай попробуем через через этот, да? вот ну сюда 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 и ломай быстренько там же никого не должно быть в доме даааааааааааааааа блин все Спасибо за Space Fuel. Да-да, мы поняли все это. И это мы тоже видели уже. Ох, блин, я вам пробежала прямо по кромке. Ну-ка. Заходим. Так. Что здесь? Окна какие-то. Блин, а что здесь в доме-то может быть такое интересное? Может быть что-нибудь? Кучка пепла. Обалдеть. Тут дверь, не открыть. Не заперто окно, не пролезть. А что здесь может быть в доме, в пустом? Да твой как он сюда за... Зачем он сюда зашел? Гады. То есть, получается, он проверяет... Заперт ли замок, что ли? Или как? Или он все время сюда заходит? Ладно, в общем-то, в дом-то мне как раз, может быть, и не надо. Я хотел посмотреть, можно ли по бочкам забраться... Перебраться через забор. Заодно подобрать кучку металлолома. Ага. Так, сюда. Может, смотри. Он... Какой молодец, а. Так. А здесь у нас что? А где собака, которую говорили? Или она в доме, собака внутри? Нет, собака вот... Мясо можно украсть, кстати, у собаки. А, вот и собака. Здрасте. Как ты ходишь, собака? Ой, собака, ты туда не ходи. О, полицейский сюда заходит. Не запертое окно, но сюда-то я не достану до него, не залезу. Правильно? Он сюда не залезет. Сейчас скажет, слишком высоко. Да. Там какая-то служанка. А тут собака. Заходи скорее. Так, стоп. Ой. Панели управления являются центральной частью любой защитной системы и позволяют включать и выключать различные охранные устройства сигнализации, лазерные лучи и камеры наблюдения. Да, но это... Все прекрасно. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, подожди. Блин, все, она меня сейчас спалит. Нет, смотри, не спалила. Так, панели наблюдения. Во. А, выключатель света. Нет, не то. Вот, панель наблюдения. Не запертое окно, дверь. Не запертая дверь. Не запертая дверь. Ладно. Давай-ка сюда. Ай-яй-яй. Все пропало. Да, из меня вон, конечно. Тот еще. 63% тревоги. Ох, ох, ох. Надо было сохраниться. Сейчас этот придурок увидит, что дверь открыта. Не? Ну ладно. О, собака. Собака, собака. Собака. Собака серьезная. Ну, уходи, собака. Уходи, пожалуйста. Так, стоп. Значит, здесь камера. Тут вообще лазерная сигнализация. А как я смогу... А если свет выключить? Камера меня не увидит? Ну, давай, предположим, я сюда захожу. Стою здесь. Служанка вроде бы... Сразу походила... Сюда. Меня... И меня не должна заметить. Так. А если я выключу свет? Это где погаснет свет? Ну и все. Да. Нет подходящих инструментов для взлома панели. Блин. Кусачки надо было брать. Ну и все, собственно. А как я это выполню? Никак, наверное. Ну, в смысле, кусачки. Это я так думаю, что может быть. Надо было брать кусачки. Угу. В этой гостиной вообще ничего нет полезного. Компьютер. Охраняется сигнализацией. Ну, короче говоря, надо сначала начинать. И вместо... Попробовать взять кусачки. Ну да, что делать. Нет! Нет! Спасибо. Бабах! Бабах! Ну, потайной сейф я нашёл! Сюда... И в кусты Теперь в дом Где там эти Полицейские, собаки Все вот это вот Арену выиграли опять, спасибо Не помню, чем я открывал Надо бы пройти как-то Вот так, наверное Ой-ой-ой, по-моему Не туда Попробуем так же пока Раз Два Так, подожди Не тарабань Вот, теперь Может продолжать Или нет Здесь она не услышит Нормально Подожди Подожди Ты чего, давай сюда Скорее Так Забрали Забрали Теперь сюда, по-моему, да? Или я успею спуститься? Да я, может, успею? Ту служанку Обкрадывать Последнее дело Так, он меня не увидит Эта камера Так Теперь сюда Я правда не знаю Может быть Как раз и совсем Даже не эти Надо взламывать Ага Есть Отлично Охранную систему Отключили Ну Я надеюсь Так Вроде отключили Надо сохраниться На этом месте Обязательно Ого Будут до утра Взламывать Дальше Что? Бомашка Сводки происшествий За неделю Том Корне Задержан По подозрению В фотофиксации Стратегически важных Строений И мостов Только Отсутствие Фотоаппарата Помешало ему Осуществить Задуманное Ооо Что-то знакомое Чарльз Криви Оказал сопротивлением Во время ареста Он укусил Патрульного За нос Вырвался Из его рук И прыгнул В реку Последние Его слова Были обращены К партии И Верховному Комитету Но они были Настолько ужасные Что ни одного Исследователя Не поднялась рука Внести их В протокол Сержант Оливер Консервов Которая полагалась Им на целых Три дня Разжалован До младшего Рядового И посажен Под арест На 15 суток Отлично Так Украсть-ка Найти драгоценные Камни А как его Ага Компьютер Заломать не могу Понятно А сейф Но сейф Пока могу Ты что Блин Я же отключил Охранную сигнализацию Вроде бы Но видимо нет Давай хоть Консервы Возьми Так а чем же я теперь Компьютер-то Взломаю Как-то странно Ну, с этим ясно Так, а здесь Стол, давай стол Может, там какой-то код Может, надо какой-то код найти А, компьютеру именная карта Все понятно, надо искать именную карту доступа А где ее искать? Конечно, неизвестно Но деньги есть И продуктовые карточки Так А здесь, а это что? Чего-чего? Ремонтируем все сами Что за фигня? Пособие для трудолюбивых Зажиточные горожане не держат таких книг в доме Если только они не нажили свое богатство физическим трудом Прочтение книги увеличит навык открывания замков Ух ты! Прикольно Вот только Охраняется сигнализацией Ну, придется как-то искать Да, здесь нет, да, получается Уже ничего Никаких карточек Ну, в кухне тоже вряд ли будут карточки Сигнализации Да, в гостиной тоже Надо идти на второй этаж О-о-о-о Тетка идет Ладно, давай сюда Сначала зайдем Или сюда Давай сюда Сюда Я же сейф уже А здесь Дверь запертая Тут же ничего нет, по-моему, да? Ну да А вот и карта доступа собака лежит Прямо на самом видном месте Давай назад Давай назад Скорее О, есть карта доступа Ну и Доступ разрешен Ну, сейчас мы тут разбудим весь квартал Да Блин, а почему? А Блин, ну да Сообщение Хорошие новости По поводу этого учителя Ты, как всегда, оказался прав После допроса он признался в сговоре с врагом В растрате доверимой казны А также в антигосударственной подрывной деятельности Стоившей жизни сотен людей Надо признать, это был крепкий орешек Но я сумел выжать из него все В следующий вторник По делу АК Бернсах состоится открытое судебное заседание Проследите, чтобы на заседании присутствовал весь педагогический коллектив начальной школы А также ученики из класса Бернса Такие преступники нуждаются в максимальном общественном порицании Характеристика По вашему запросу Ставлена характеристика товарища Брейка Примерно-ничтожитель партии Активист, командир добровольческого формирования Анюхачей Три раза в неделю работает на оружейном заводе Во внеслужебное время Организатор нескольких благотворительных сборов для нуждств фронта На всех шествиях Всегда один в первом ряду с транспарантом в руках и преданностью во взгляде Считаю правильным и необходимым предоставить товарищу Брейку очередную срочку Зачисление мобилизационной списки сроком на три года Да На всякий случай Дорогой мой братец, вынужден отъехать на несколько дней по служебным делам Себе опять понадобятся деньги на финансирование твоих алкогольных проектов Можешь взять немного из тайника за шкафом За шкафом Управление доступом Открыть сейф Сейф открыт Ну Теперь я могу тут взять Лазерный луч снова активировался Мне надо найти другой выход Лазерный луч Лазерный луч Лазерный луч Ну Давай, давай Ковыряй Быстрее Этот дурацкий замок Ну Так-то я успел А сейчас она куда? В туалет? Смогу я? Сигнализацию эту тут Отключить А сейчас ты куда пойдешь? Вниз Молодец Так, здесь тоже отключилось Что тут еще есть? Может что-то тут полезное есть? Стырить можно? Тайник за шкафом, кстати, где-то должен быть За каким-то А за каким шкафом? А это что? Электрический рубильник Освещение второго этажа Ну освещение Это, конечно, хорошо Ну тумбочку бы Обнести Назад уже идет Ну ты посмотри Пусто! Ах ты собака Идем сюда Идем сюда В кабинет Я хочу сохраниться Я хочу сохраниться Компьютер Не помню, я отключал уже или не отключал в этот раз Управление доступом Открыть сейф Ну Ну я взял Лазерный луч Новый активировался Надо найти другой выход Найти антикварный предмет Я не нашел его Ну да Конечно, хрен бы с ним А как это другой выход? Какой другой выход может быть здесь? Если окна Нельзя пролезть Нельзя пролезть А! Незапертое окно Ну хорошо Чуть не попал в ловушку Поручение мистера Конноле Найти выход из квартала Так Где я вообще оказался-то? Сейчас Сейчас разберемся Вот парадный вход Значит, я пришел отсюда Правильно? А я теперь нахожусь Идет в жопе мира Ну, по крайней мере Задание я выполнил Осталось выбраться Здесь колючая проволока Здесь забор Я не перелезу Сюда он не идет Там какой-то труп валяется Как обычно Все хорошо Нельзя пролезть Нельзя пролезть Что дверей нету Да, в этом доме? А вот Незапертое окно Может, можно будет Подожди Ты пока не лезь Кто здесь? Фух Свои А, Джейн, это ты? Джек, я меня до смерти напугала Думал, ты пришлась С обыском Нюхачи Прости, я не знал Что это твой дом Хе-хе-хе Постой, ты сказала Нюхачи Зачем будем сюда приходить? Вчера моему братишку Эндрю задержала тайная служба Я уже сутки на ногах Выкинула и сожгла все, что могло оказаться уликами Вызвав чуть малейшее подозрение Не может быть Я думал, Эндрю это последний человек на земле За которым придет тайная служба Он всегда был таким аккуратным И в делах, и в поступках Как видишь, я до него добрались Теперь жду стука и в мою дверь Зачем им приходить из-за тобой? Думаешь, им нужна причина? Нашли, в чем обвинить Эндрю Найдут что-нибудь и на меня А не найдут, так придумают Подожди, а ты-то что здесь делаешь? Смотри, причурившись Давай, выкладывай Уж не завербовали ли тебя в доносчики? Как будто я тебе признаюсь в этом только лишь потому, что ты меня спросила Ладно, расслабься Какой из меня доносчик? Я ведь сам недавно был одной ногой за решеткой на потом Но об этом потом Долгая история Теперь вот с Китаем по трущобам И если совсем честно Занимаюсь не совсем законными делами Я все понимаю Выходит, у тебя все это коснулось Послушай, у нас появился шанс В каком смысле? Ну ладно, я слушаю В общем, у меня есть предположение, почему Эндрю арестовали Несколько дней назад он пришел домой взволнованным Можно сказать, даже испуганным Он упомянул, что к нему в руки попали какие-то важные бумаги Или что-то подобное И есть штанг, что полиция до них еще не добралась В этом случае, если ты найдешь их раньше полиции То у них не будет никаких доказательств Эндрю будут обязаны отпустить Звучит довольно сомнительно рискованно И где же эти документы? Я ни на что их в доме Значит, они могут быть только у него на работе Он упоминал, что надежно спрятал их Но я не знаю, где именно Постой, Эндрю все так же работает в министерстве Здание ведь наверняка хорошо охраняется Идти туда чистое самоубийство Джек, вы же знаете друг друга с детства Ты знаешь, Эндрю сделал бы для тебя то же самое И даже больше Это точно Эндрю всегда был как будто из другого мира Он всегда всем помогал Хотя для него это зачастую приносило одни неприятности Ладно, я попробую, но гарантировать ничего не могу Спасибо тебе, Джек Мне уже пора уходить Не хочу, чтобы твои соседи меня заметили Если что, найдешь меня по этому адресу Джек быстро записал адрес на клочке бумаги До встречи, надеюсь, у тебя все получится Ну хорошо Тут тоже, кстати говоря, можно все потырить, да, я так понимаю Но мы не будем этого делать Мы честные В некотором смысле Вот так Антикварные предметы я не нашел Ну ничего Ничего Закончить выполнение задания Ну че, честные Нет, как-то, как это говорит Закинули что-то, да Ну ладно Поговори с Карлом Как обычно Ничего нового Карл Ты где? Ломбард Доброе утро, Джек Выглядишь дерьмово, как всегда Всю ночь не спал и выполнял одну работенку до мистера Конолев Молодец, что послушался моего совета Теперь у тебя появится влиятельный покровитель Слушай, Карл, я ввязался еще в одну историю Как думаю, сложно будет проникнуть в министерство Смешная шутка Постой, ты это серьезно? Это мистер Конолев пытается всянуть тебя в какие-то неприятности? Нет, это мои личные дела Пока не могу рассказать подробнее В общих чертах мне надо помочь другу Можешь что-нибудь посоветовать? Что это за друг такой? Что ради него ты готов лезть прямо в пасть голодному зверю? Ну, хотя дело твое Все здание битком набито защитными системами Нет смысла идти туда, если не сможешь с ними разобраться Также глупо было бы идти туда, не имея плана здания И другой важной информации Защитные системы? Думаю, я справлюсь У меня еще остались кое-какие навыки Наработать мне часто приходилось работать с электроникой Да? Ну, значит тебе повезло Обычно на этом и прогорает большинство начинающих воров И где мне раздобыть информацию? Поищи парня по имени Билл Чаще всего он сидит неподалеку от магазина инструментов Он сможет достать для тебя любую информацию Правда, иногда это выходит В ощутимую сумму Но думаю, оно того стоит Билл, значит Ладно, поищу его Спасибо, Карл Но я побежал Найти Билла и узнать о министерстве А тебе надо, наверное, продать все Да-да-да, давай Продажа А тут нету ничего ему на продажу, да, получается? Хлама нет Все как бы нужно Тогда я не буду ничего продавать Пока Так, а как же Этот, Конноли С ним же тоже надо поговорить Наверное Он сидел где? В баре? В баре же вроде был Гробы Да Мистер Конноли Слышал, все прошло успешно Все прошло как нельзя лучше Вот ваши камни А ты неплох Да тебя уже двое пытались Достать эти камешки Заходи, когда Думаешь еще поработать Два очка умения, кстати Знание электроники Скорость взлома Время для включения автовосстанавливающих панелей Еще автовосстанавливающихся панелей Ужас какой Воровское зрение Дополнительно Карты доступа Грубое условие Открывание замков Вот это надо было бы Наверное Да, вот это и вот это Их всего два, конечно А так, можно пропустив первое Выучить навык Да, можно Ага Хорошо Открывание замков А здесь скорость А, это я уже покупал За первое использование любого ключа Навык открывания замков Увеличивается 0,5% Воровское зрение Дополнительно обозначает Местоположение ключей Это хорошо А здесь Немного больше полезных предметов Давай вот это Не знаю Так или не так Правильно или неправильно Ну Теперь Где он сказал Возле магазина инструментов Какой-то сидит парень Да То вот это Наверное Как же здесь Круто сделано Перемещение Быстрое Нет, подожди Так это не тот Ну ладно Давай с тобой поговорим Интересно Кто кто такой Здравствуйте Я Джек Меня зовут Юнгсу Приятно познакомиться Я занимаюсь Коллекционированием Различных представляющих Историческую ценность вещей Если у вас на чердаке Завалялось что-нибудь Древнее Обязательно Несите мне У меня не завалялось Но может быть у кого-нибудь Завалялось Другого на чердаке Что конкретно Вас интересует Да все что угодно От картин до Сталинных моделей Телефонов И зачем вам они нужны Каждый должен Что-то оставить После себя Я хочу оставить Для потомков Частичку Истории нашей страны Отголоски моей юности Люди будут смотреть На собранную мною коллекцию И в эти минуты Я буду жив Ух ты блин И сколько вы готовы Платить за частички истории О нет Откуда у такого старика Как я деньги Но зато у меня есть Кое-что более ценное Чем деньги Это книги Многие из них Ты нигде больше Не сможешь найти Я уже прочитал Их теперь поряд Делиться знаниями С остальными Знания сильнее власти Как говорили классики Ой Если бы это было так Мы жили бы В идеальном обществе А это не запрещенная литература Вы не боитесь Случайно исчезнуть Много из моей коллекции Просто старая Классическая литература Хотя может быть Там есть что-нибудь запрещенное И я никогда не проверял Ладно Если я когда-нибудь Захочу прочитать Почитать И принесу вам Какую-нибудь безделушку Вы не пожалеете Хорошую книгу Сейчас достать непросто Угу В поисках редкости Не подлёк В магазине инструментов Посылся добродушный Станте Кварчик Юнгс Он готов Дарить мне Любую книгу По моему выбору За каждую Принесённую ему вещь Которая сможет Пополнить его коллекцию Старинных диковин А кстати О книгах У меня была книга Прочтение книги Увеличит навык Открывание замков Пособие для трудолюбивых Ну давай Опа Он читает Открывание замков Плюс 5,3% Ну вот А тебе А тебе какую-то безделушку Может быть Может быть У меня есть А, у меня нет Ничего Просто зашёл поздороваться Хорошо Найти Билла Он сказал Где-то сидит Возле магазина инструментов Билл Ты кто? О, ты Билл Привет Кажется Ты Билл? А кто спрашивает Я Джек Мне нужна твоя помощь Я по твоему благотворительный фонд Или ты видишь Большой красный крест у меня на лбу Лучше катись отсюда Попрошайка Постой Мне я тебе рассказал Карл Я знаю Что ты можешь достать Любую информацию Ну давай Спрашивай Мне нужна информация Про министерство Тебе круто Повезло Дружище Я знаю всё Что тебе нужно Обычно За такую информацию Я беру по 15 долларов Но сегодня я добрый И сделаю скидку С тебя 20 Держи деньги У меня же наверное есть Ну спрашивай Что тебя интересует Министерство Меня всё интересует Расположено на улице Восстания Оно состоит из двух корпусов Соединённых надземным переходом Первый корпус предназначен для чиновников высшего ранга А все чиновники низшего ранга Обычно работают во втором корпусе Мне как раз нужен чиновник низшего ранга Значит топовый второй корпус Охрана В первый корпус попасть Относительно не сложно Но он надёжно охраняется внутри Его постоянно патрулирует пара охранников Второй корпус по ночам обычно пустует Хотя некоторые особо ответственные работники Могут задержаться и допоздна Система безопасности Что ж братишка Тебе не повезло В министерстве множество защитных систем На все недовольно устаревшие конструкции На их отключение не должно уйти много времени Ну и не лишним будет напомнить Что как и в любом учреждении За работой чиновников Любят следить с помощью скрытых камер Интересные вещи Что может интересного в министерстве Тонна исписанных бумаг Да просиженные стулья Если там и есть что-нибудь интересное То где-то глубоко в недрах сейфов Я рассказал всё, что знал сам Думаю, зашёл пару монет сверху Да на тебе 5 долларов Отлично, будут лишние деньги Заноси, обязательно Новая запись В дневнике Отправиться к министерству Получается Да, следующее задание Ну хорошо Отправляемся к министерству А, стоп Не отправляемся У меня же нет нифига, да? А, есть А, есть А, есть А, есть А, есть у меня, да Ну давай, во-первых Это Во-вторых, это обязательно Ну как-то так Тут всё берём Чё бы и не взять, да? Специализация Люди Собаки Они, там собак, по-моему, вроде Давай вот это Неограниченное Собаке Чё-то там Не помню Чё-то там Кто-то говорил Про собак Хотя Может Давай Министерство Это монументальное сооружение Является местом обитания Всей местной партийной элиты Министерство разделено На десятки различных департаментов Отвечает За все сферы городской жизни От законотворческой До судебной Основная цель Найти документы В кабинете Эндрю Дополнительные цели Вызвать не более 50% тревоги Понятно Какие-то два корпуса Только я посмотрю Мне сюда Спасибо Покет Спасибо за элик Ну здесь Понятно что А как-нибудь Какими-нибудь огородами Нельзя? Нет Здесь он не перелезет Нигде А здесь О Тут вроде как А где солдат? А солдата нет Ну Не очень-то и хотелось На самом деле Значит мне куда-то сюда Кондиционер такой что ли Что это такое торчит От этой стены Опять трубы Ну как я не смогу забраться Здесь ни на какие трубы Максимум это Где-то выбраться Через окно Ну ладно Тут неизвестно что Что внутри Поэтому придется О Тут уже кто-то заметил Недолго музыка играла О Недолго музыка играла 포 Ну, не думаю, что это будет так Прямо вот А-а-а, все Так, не пробежишь Так, а здесь? Сюда вообще нельзя Да А сюда? А сюда как-то можно, да, так обойти Огородами Но там же сейчас Кто-то будет обязательно Ой, она еще и Закрыта калитка эта дурацкая Рабочий Доносчик Чем нам доносчик? Я пока в кустах посижу Интересно, если здесь стоять за углом Он меня заметит или нет Куда ты идешь, доносчик? Не ходи сюда Куда ты идет? Я бы хорошо, что я не пошел, да? Я бы не успел пробежать за это время О, один Один есть, да? Бокс Нам эта калитка особо-то и не нужна На самом деле Так, если разобраться Блин Ну и как, интересно, быть Или он пройдет меня и не увидит Увидит Никак не пропустить эту Заставку Куда я вообще хотел попасть? Подождите, я уже забыл Отсюда же никак, да? Сюда никак Сюда никак Здесь нигде не спрячешься Машина Не, ну я не думаю, что это вот Лобовая атака Так это предусмотрено А может и предусмотрено Ну ладно Тихо Он проверяет там двери То есть шухер все равно будет По-любому Как бы я ни Не старался Да? Ну это да А дальше? А дальше? То есть мне надо на второй этаж Мне надо на второй этаж Я смогу сюда пройти? Это удивительно Ну да Тот тут увидел, что дверь взломана Но там же никого нет Правильно? Так Я поставлю на паузу Радиоприемник привлекает внимание окружающих Здесь всякие штуки Есть необходимые мне Что-то документы Какие-то Обычная Легкая Тут дофига Всякого интересного Надо сохраниться По крайней мере я хоть Попал внутрь Ну Да Вот как раз сохранение И понадобилось Но и поюзше я не успею Куда-нибудь А здесь что? Здесь Ну он не успеет Ее Конечно Так Так Ага Ага Так не запертая дверь Здесь Спокойно Все 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 Я понял Давай сюда Бегом Опа И Куда-нибудь Ты можешь В уголок Присесть Во Ну и че он там Встал-то Мне надо Куда-то сюда Вот сюда О Еще один Вы че Блин Сговорились что ли Хм И как прикажете Пройти по этому Коридору Никак Да Получается Неа Сговорились что ли Ну это Ладно Подождем Сейчас опять Это будет Подниматься Да Нет Так Все Эта дверь же Не заперта Что-нибудь Есть Кстати Говоря А то Блин Понятно Все Давай сюда Да Елки Палки Что-то Такой Медлительный Понятно Как-то Первый раз Получилось Лучше Да что ж Такое Это Я же успевал Эй Эй Не сначала Не сначала Отсюда Печать Какую-то Стрел Стрел Да что ж такое ты будешь делать, а зараза Может надо было прятаться сюда за дверью Сюда надо было прятаться Может быть он бы за дверью не увидел Сюда надо прятаться А здесь он не прячется, да? Возьми хоть фрукты-то что ли И печать Ладно Так и быть Надо чуть раньше уходить Хорош Борцы за счастье Давай вали отсюда Так, а дверь открыли, да? Так, стоп Ой, не так громко На паузу Мне нужно пройти сюда Значит надо как-то его выманить Правильно? Тут что-то есть хорошее в столе Явно Ну, я сохранюсь И стоп Стоп Давай-ка, наверное Монтировкой Ну, конечно Громче Тут вроде сейчас пока никого нет Сказал я И появился тут же охранник Понятно Да что такое Но я сохранялся Монтировка М-м-м Монтировка Ты сюда не будешь заходить? Или будешь? Что у нас тут есть? Офисный стол. О, денюжка. Носовой платок. Ценная вещь. Пусто. А здесь... Очки. Очки надо брать обязательно. Как же? Без очков-то. Печать. И водка. Ну, это уже неплохо. Ну, в общем-то, ничего такого особо ценного, да? Надо, наверное, подождать, пока пройдет этот охранник, и попытаться этого выманить. Может, с помощью громкоговорителя это можно сделать? Ну, так. Или что, должен здесь висит? А самому здесь за дверью и проскочить туда. Ну, предположим. Постоянно имеется, что это шаги за спиной. Отдыхать надо. Так, давай сюда подойди сначала. Все, вот это и все. На что его хватило? На несколько секунд? О-о-о-о. Блин. А как же здесь пройти? Надо бы пистолет с глушителем. Я бы точно прошел. Давно причем. Препарат мозговой стимулятор. Но здесь камера наблюдения. Так что... Да. Такое себе. Так. А как же... А как же... Тут никак не хватит времени, чтобы его... А, может... Нет. Если даже здесь спрячешься... Все равно. Да нет тут ничего такого. Тут даже и функции такой нету кинуть. Только есть перцовая бомба. Ну, ты ж понимаешь. От этого уровень тревоги не снизится. Окна не запертое, не запертое. Ну, тут же ж... И куда я не запертое? Нет, не запертое. Я вывалюсь прям... Вниз. О, танк надо. Если бы на танке можно было покататься, тоже было бы довольно просто. А это что? Выключатель света. Ага. А где он выключает свет? Подожди. Так, стоп. Выключатель света это хорошо звучит. Ну, так, конечно, я... Есть же... Вот. Давай-ка свет. Он везде гасит свет? Блин, он его включает, а не гасит. Думаю, он его будет... Так. А где еще выключатели тогда? А это что? О, электрический рубильник. Ну-ка, иди сюда. Шпок. Ну, сейчас пойдет сюда, да? Наверное, смотреть. Да. Показалось, говорит. Нет, не показалось. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что здесь? А здесь нету выключателя, да? Здесь свет не выключается. Если выключить рубильник, они идут сюда. Я никак не успею. Или успею. Ну хорошо, предположим. Надо дождаться, пока этот прогуляется наверх. Спасибо. Я же все прозевал так. А теперь пусть он уходит. Так. Но все равно, блин, не успею я. Скорее всего. Так, я вот выключаю свет. И бегу сюда. Бегу, 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 бегу. И стою. В уголочке. А теперь сюда. И взламываю быстро, бегом, взламываю монтировкой. И захожу, 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 захожу куда-нибудь. Так. И сохраняюсь. Кабинет entry должен быть где-то здесь, на третьем этаже. Что тут есть? И паузу ставлю, кстати. Тут есть крыса. Уже немало. Фух. Привет, Valan Music. Покет, спасибо за эликсир. Фух. Так, ладно. Найти кабинет Эндрю. Но он где-то здесь. Да, по-моему. Если по карте смотреть. Да, вот он где-то тут. Где-то тут. А где-то тут-тут. Лазерная сигнализация. Где-то тут. А тут ящики. Сюда не пройти. А, на третьем этаже. Подожди. Зачем мне тогда не надо сюда? На третьем этаже. На третьем. Давай, на третьем иди. А тут что-нибудь... Подожди, подожди, подожди. Не иди. Ну ладно, иди. И здесь тоже. Тоже сигнализация. Сигнализация отключается на... В компьютере. Но все включается, получается. Вся сигнализация или не вся. Рабочие. Ой, беда. Ну, понятно, что сюда я никак ни по-другому не попаду. А тут еще какая-то синяя хрень. Но она выключена почему-то. Что странно. Или это уже на меня среагировала. Лазерная сигнализация. Ну, беда. Так, ну хорошо. Мне нужен компьютер. Но для того, чтобы туда забраться, нужна карта. Ого. Это 10 тысяч руна выпала, да? Класс. Ну, я думаю, это бессмысленно сюда заходить. Я так думаю. Потому что... Не будет кода доступа. Код доступа надо будет где-то искать в других местах. Ну, скорее всего. Продовольственные талоны. И пусто. Отлично. Компьютер заблокирован. Здравствуйте, Бетти. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Охранная система. Карта доступа отсутствует. Понятно. А это что? Электрический рубильник. Ну, электрический рубильник, не знаю. Нужен он мне сейчас или не нужен. Мне бы карту доступа. Эта дверь не запертая. Тумбочка. Ну, здесь... Ну, здрасте. Топленый жир. Водка. Ну, это все замечательно. А где я возьму карту доступа, скажите мне? Пожалуйста. Тут ее нету. Может быть, она у кого-то из рабочих? Ну, тоже вряд ли. Карта доступа от... Ну, это вряд ли. Ну, можно попробовать этого рабочего грабануть. Для разнообразия. Все равно больше делать нечего. Здесь я не знаю, что делать. Что-то он там ковыряется. Ковыряется в охранной системе. Ты что ковыряешь там? А, так он же меня увидит. Блин. Ну, ладно. Блин, как плохо же им не за шею свернуть. Тем рабочим. Деньги. На шеша мне твои деньги. Не, ну, деньги-то тоже хорошо. Конечно. Туда в столовую я не смогу спрыгнуть. Да, вниз. О, подожди. А сюда? Ммм. Смотри, как классно. Вот, подожди. Он меня сейчас увидит? Он меня увидит? Или не увидит? Смотри, с кухни можно сюда как бы было попасть. Со второго этажа на третий. Это, правда, ни хрена не дает. Но не надо было открывать одну дверь. А может тут что-то есть? Ну, вряд ли. В кухне карты доступа уж точно не будет. Духовка. Кучка пепла. Отлично. Стоило затремлечь министерство, да? Это что такое? Серебряный бокал. Это же серьезно. Это что? Столовые прибыли? 62. 62 монеты. Вот это бы надо было взять. Ну, прям вот... Вот они прям... Просятся. 62, это дорого. Это много. Да, а овощи тогда я брать не буду. Зачем мне овощи? Жгучий перец. Или буду брать? Да буду пока. А я их потом уже смогу выбросить. Да, мне не нужны... Мне не нужны деньги. Нам тут деньги ни к чему. Так, а здесь... Это что? Пиво. Ну, пиво это хорошо. Надо дверь ломать. Опять-таки. Шкафчики. Так. У меня это в зрение должно... В зрение, да, в зрение должно показывать карту доступа. Ты кто такой? Чиновник. Но не показывает карту доступа. Я не вижу. Я, конечно... О, телефон можно стырить. Старый, кстати. Это антикваря... 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 Ой, антиквару. Понадобится болтать, врагу помогать. Где там? Ты где? Давай, иди. Наверное, назад. Ну, вот сюда... Вот сюда надо попасть. Слушай. Вот сюда надо попасть. Так. И тогда, может быть, я смогу на третий этаж выбраться? Поэтому, если я залезу с этой трубы на эту... Ну, это... Моя такая теория. На что я тогда попёрся на третий этаж? Тогда не надо на третий. Иди на... Иди вниз. Инструмент сломан. Ну, а дверь-то ты открыл? Да. Давай, пиво бери. О, серебряные бокалы. Блин, серебряные бокалы по четыре монеты. А пиво шесть. Что это у вас за цены такие? Чем ты помог фронту? Дверь как-то... Чё там уже гудит? Гудит. Не надо, не гуди. Давай, иди сюда. Здесь. Ну, давай сюда уже, иди тогда, ладно. Блин, а у меня всё. У меня закончились... Приспособы для... Для открывания замков. А, ну да. А как же я сюда попаду? Когда здесь сигнализация? Ё-моё. Ничего не выйдет. И здесь сигнализация. Ну, здесь жёлтая, там красная. И то, и другое отключается здесь. Ага, здесь отключается. Ну, я же никак не смогу успеть. Здесь есть громкоговоритель. А куда я потом денусь отсюда? Вот он смотрит сюда. Ну, я смогу сюда встать за дверь. Да, наверное. И потом выйти. Ммм. Громкоговоритель. Ну, ладно. Давай попробуем. А чё, собственно... Чё, собственно, остаётся делать? И сюда бегом. А он глухой. Он не слышит ни хрена. Так. Да всё, уже успокойся. Выключи его. Хм. Это что? Это здесь выключает свет. А как же? Надо посмотреть, куда он смотрит. Смотрит он? Да, он обязательно в этот угол должен посмотреть. На обратном пути. Или я смогу перебраться сюда. Наверное, так. Наверное, так. Тогда... Где я? Я здесь. Эта дверь... Не заперта. Хорошо. Тогда иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не шуми, не шуми. В уголок. Боюсь, что он... Ну хорошо, вот он вышел. Я смогу зайти внутрь. Ну ладно. А чё-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не туда. вот теперь перейди туда можно одно и пиво позаимствовать электрический рубильник так а что я могу сделать этой панелью управления я не могу ее сломать стоп так желтый а ну-ка еще раз дерни зеленый у открыта но он же гад его включит опять да конечно а здесь заблокирована но живых блин понятно да если я выключу сразу за стену может я еще успею добежать правда как я буду выбираться не очень понятно но вот последнюю арену выиграли как тут делает да отлично все насколько это возможно так теперь давай сюда в уголок идем сюда теперь бежим как как ветер я сразу сохранюсь на всякий случай фух да да ну классно мне нравится еще очень даже неплохо что у нас тут продуктовые талоны понятно о 7 долларов все здесь здесь все я надеюсь он там не будет психовать он просто включит его у него еще нефть он еще не увидел наверное да что выключен ладно мы разберемся с этим давай здесь посмотрим что тут есть это тут ничего нет да и здесь ничего нет давай сюда вот тут что-то явно лежит карман кабинет эндрю осталось найти тайник остановившийся карманные часы тайник а вот сейф есть это правда не совсем тайник шкафчик пусто а это не сейф это картина а там может быть и тайник опа ну давай сейчас сбежится а что это было такое включалось а там рабочий ходит там рабочий ходит ты чего ходишь то там рабочий блин так документы есть а я могу теперь выбраться в окно окно например слишком высоко понятно теперь надо каким то образом выйти на на этаж ниже а здесь а здесь я могу выбраться в окно а могу так теперь наверное сюда надо ну потому что куда же он денег куда же он еще больше никуда не сможет не думаю что это так работает нет здрасте есть ты дома о телефон есть здесь что талоны купоны а это что а что там было познавательная электроника нет это не то а где познавательная электроника то а где книжка что не повылазила что ли или она сейчас не будет появляться в смысле что я не не могу ее прочитать пока на деле или как как это работает носовой платок а вот я смотрю две одинаковые ну это скорее какое-то тоталитарное государство так я не понял шестидесятых годов или тридцатых что-то я пропустил вначале то есть это выбор небольшой в общем-то да либо либо орел видишь вот я не понял это тридцатых или шестидесятых а я могу и прочесть да прямо сейчас а сейчас не время для чтения ну я так и думал почему-то так теперь а а я здесь не выберусь да а я здесь не выберусь надо было все равно отключать красное ну это вообще все сначала надо начинать по сути дела да наверное потому что я тут уже никак правильно надо было отключать красную да да тут что-то еще хорошее есть но это же не даст можно конечно но смысл я телефон уже стырил нет уже не в телефона понимаешь чем дело так здесь я выйти могу не в чем то а могу а как вот с этой херовиной быть теперь серьёзное дело не ну может быть и можно чего Ты можешь залезть уже сюда, чё ты? Ну, это было странно, если я выйду прямо когда он здесь стоит, правда? Здрасте, скажу ему и пойду к лестнице. Скорее всего, работает это как-то не так. Вот я бы сейчас успел пробежать, может быть. Но может быть и нет. Да давай, шо ж вниз давай, шо ж ты... И здесь такая же фиговина, да? Ну, в общем-то, сюда можно попасть. Конечно, это какой-то идиотизм выходить... Тем же ходом. Явно было... Блин. Ну как теперь, шаг назад лезть и выключать... Красный этот... Красную сигнализацию. Так. А как я теперь посмотрю, кто тут есть, кого тут нету? О-о-о-о! Ну, тут я же не пройду. Видимо. Хотя, в теории... Скорее всего, нет. Плакатик на стене. Да, тут много всяких плакатиков прикольных. Ну, хорошо. Я выхожу. Теперь бегом сюда. Блин, как я успел, а! Ну, я случайно успел. На самом деле, я его не видел. На самом деле, я его не видел. А вот как теперь вниз спуститься? А, или он наверх поднимается. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Я сейчас сначала сохранюсь. А теперь давай сюда. А теперь вниз. О, привет. А, нет. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Сюда, сюда выходим. Куда мне? Мне сюда, что ли? Да блин! Что там было-то? А, там эти камеры наблюдения спрятаны. Фух. Но они как-то не успели. О-о-о-о! Тихо, тихо, спокойно. Зап... Стоп! Как заперто? Я же ее открывал. Может, лучше окно? Нет, ну тут дверь быстрее, да? Тихо, что он меня... Он меня не видит, не видит. Не выдумывайте. Блин! Он увидел, что дверь открыта. И запер ее. Ах, ты мерзавец какой! Ты смотри, какие хитрожопые, а! А я что здесь теперь буду сидеть? А как я тебе буду тут... Как я отсюда выберусь? Кто-нибудь мне сказал вообще? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тут уже 82. Тут дополнительное задание, конечно, не выполнено. Да и хрен с ним. Тут бывает сюда выбраться бы. Хрен с ним с заданием. Давай, давай, потом. Стой! А тут у нас кто? Где у нас выход? Ну или прямо, или направо по улице, да? То есть мне либо сюда на выход, либо туда на выход. Тут же вроде никого и не видать. Это что? Электрический рубильник. Ну, давай сюда тогда. Еще и на 100%. Правда, с сотого раза. А, не на 100%. Ну, почему бы задание выполнил? Просто тут... Стырил мало. Не густо. Не густо. Ну и время уложился. А, записки не прочел. Ну, нормально. Так, ну, на этом все. Это уж точно. Всем спасибо. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok